Хочу вам поведать историю одного ордена. Ко мне обратились мои знакомые, зная о том, что я увлекаюсь историей Саратовского края, обратились с просьбой, чтобы я помог им найти хозяина ордена Красного Знамени, которую они нашли случайно на месте заброшенной деревни, которая сейчас уже не существует, в Хвалынском районе. Эта деревня в свое время была расселена, так как находится на берегу Волги, и попадала в зону затопления при пуске и строительстве Саратовской ГЭС. Ну, попробовал я своими силами начать поиски хозяина этого ордена, но, как оказалось, что это не так просто. У меня не получилось. Я вступил в группу в социальных сетях, в которой общаются, делятся информацией. Такие же любители истории Саратовской области. Я дал клич, и люди откликнулись. И Алексей из Балакова помог по номеру, который выбит на этом ордене, найти хозяина этого ордена. И совпало все. То есть и место его рождения, и откуда его забирали в армию. Другой человек, Денис из Энгельса, помог установить по фамилии и по отчеству возможных родственников данного фронтовика в радиусе 10-15 километров от этой заброшенной деревни. То есть он дал координаты, адреса. Я поехал по данным адресам, и удача улыбнулась, что, можно сказать, с первого раза я нашел дочь этого фронтовика. То есть она удивилась очень, проследилась. И мы очень рады, счастливы, что у нас так все быстро получилось. И мы смогли отыскать хозяина данного ордена, хоть и в лице его дочери. Также человек Александр из Балакова, он помог немножко отреставрировать этот орден, так как ориентировочно с 65-го года, когда вот ГЭС начали строить, и эту деревню расселили, то есть, видимо, в это время был орден утерян на месте того дома, где жил этот ветеран, фронтовик. То есть он пролежал на земле, в земле 55 лет. То есть была частично утеряна эмаль, и вот он помог немножко отреставрировать, восстановить эмаль на этом ордене. Ну, очень интересно, на сайте «Память народа» про данного фронтовика, Юдахина Ивана Васильевича, то есть очень много информации, я ее как бы изучил, весь боевой его путь. Очень интересно, за что он получил этот орден красной звезды. То есть немножко могу даже сейчас рассказать вам, есть наградной лист на этом сайте, то есть рассказать немножко историю про этого фронтовика. То есть Юдахин Ивана Васильевич, он 1924 года рождения, и когда в январе 1942 года ему исполнилось 18 лет, он попал, получил повестку из военкомата, и его направили в училище обучаться на радиста. После учебного заведения его направили в 343-й артиллерийский полк во 2-й Белорусский фронт. И уже в 1943 году он был награжден Орденом за отвагу. А в январе 1945 года как раз он был представлен к награде на этот Орден Красной Звезды. И подвиг его в наградном листе описан именно так. Во время боевых действий уже в Европе, во время боев, то есть он корректировал огонь артиллерии под вражеским, артиллерийским и пулеметным огнем. И вместе с радистами смог под бомбежкой восстановить радиосвязь. И вот за что был представлен к данной награде.